Доброго дня, пане и пановы. Шановная громада. Воскресенье заседание нашего гаражного кооператива у нас сегодня объявляется открытым. И сегодня, друзья, мы приготовим прекрасное блюдо, интересное, пацанящее. Это будут настоящие хинкали. Я сегодня созвонился с Кирюхой. У нас сегодня в гостях Кирюха. Здоров. Дедочка Сус. Дима Литвин. Нов. Между прочим. Нов. И сейчас мы, ребята, достанем весь список продуктов, которые мы заготовили для этой серии. Оставайтесь с нами, сегодня будет интересно. Жорик, а чем в хинкали отличаются от пельменей, кроме как размером? Тем, что в хинкали форма другая и в хинкали сока больше. Ну хорошо, а если пельменю такую форму придать, он достанет сразу хинкалем? Ну нет, понимаешь, хинкали держать удобнее. Ну если пельменем такую форму сделать, то пельмень превратить в хинкаль? Да. Слушай, а как правильно хинкали есть? Руками или вилкой? Да нет, ты что, какой вилкой? Берешь рукой за хвостик вот так. Так. Переворачиваешь. Слегка отклоняешь от себя. Ну это я знаю, почему все вилки идут? Ну я не знаю, кто все, но я так ем. Ну они переравнивают тогда хинкали к пельменям, что ли? А вот так вот, смотри, переворачиваешь. Чтоб сачок нибудь. Да. Вот так надкусываешь, потом выпиваешь сачок. Вот так берешь, наклоняешь и... Да. Ну и хинкали внутри. И хинкали уже внутри. Ничего себе. А с пельменем можно так поступить? Сама аннигилировалась. С пельменем, я думаю, нет. Там надо вилочкой. Ну все. Можно попрыгнуться, а не маленькие. А эти хинкали больше уважения? Вот эти мелкие. Ну да, да. Макро-макро как они? Бульмени. Не. Макро-макро. Вравьеволе вот эти вот такие есть. Да, маленькие. А в чем разница? Тоже только форма и получается отличается. Ну только форма и манерой подачи и едения. Своего поведения в супермаркете. Да. То есть хинкали ты берешь за хвостик, вот прям перевернул так шпик его, вот так шпик, и завалил. А пельмень маленький вот этот, что ты там будешь? Там нету. Так что оно все отличается только поведением и количеством разных холодильников, размером живущих в супермаркете. Это исторические события, которые возникали. Смотри, мясо и тесто. Только в разных странах. Где-то больше теста было, где-то больше мяса было. И кто-то ест это руками, а кто-то ест это вилки. Все. Понятно, что где-то итальйские вот такие маленькие, там много теста, мало мяса. А где-то в горах, на Кавказе, там много мяса, мало теста, потому что пшеницы меньше растут. Так а у нас есть серия с Криосаном и с Камрадом, друзья, там у нас внизу в списке видео, можете посмотреть, как мы готовим двухкилограммовый пельмень, там полтора килограмма. А где ты был? А ты был тогда? Ты поехал на концерт, мы тебя мукой обсыпали в тот день. Еще я обсыпал. Всех обсыпали мукой? Да. А, это не доехал. Всех уделали. На концерт или под у нас? До вас. Доехал бы надо. Не, я не доел. А, не доел. Короче, друзья, у нас там есть видео внизу, можете посмотреть. Готовим пельмень весом полтора килограмма с Камрадом, с Криосаном в поле на мангале. Ну, очень яркая серия, можете заценить. А сегодня мы приготовим стандартного размера хинкали. И сейчас посмотрим, из каких продуктов мы это будем делать. Поехали. Друзья, для того, чтобы приготовить сегодняшние хинкали, у нас есть вот такой пакетик, дядочка Сус. Давай, выгружай его. Что у нас там есть? Давай посмотрим. Что ты привезли? Дише. Да давай уже. О, это все. Ну, все нормальный. Так, что это у нас? Яловичина. Это барш, яловичина. Слушай, а по-моему, правильно хинкали готовить с бараниной. Есть барани, есть хинкали из баранины, из телятины. А как они вообще классические хинкали? Ну, вот самые классические, самые изначальные. Мясо и тесто. Ну, какое мясо? Любое. Любое, да. Родоначальник всех хинкали, какое должно быть мясо? Я думаю, что которое у тебя есть в холодильнике или в морозилке. Точно, либо которое бегает по твоему полю. Диаволичина. 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 Горовятина. Смотри, у нас еще есть вот такой вот сыр. Кисломолочный. Торговая марка Сперма. Да. Не реклама. Не реклама. Какие, блин? Друзья, в чем суть, что на четырех человек хорошо покушать использовано было 200 гривен. И вот посмотрим на 200 гривен сделать этих самых хинкали. Вот зелень есть. Микродозинг. Мука. Открывать? Муку? Да. Слушайте, а давайте тогда сделаем такую штуку, как мы это любим. Челлендж. Челлендж. Кто съест муку? Кто съест больше муки сырой? Посмотрим, сколько мы приготовим хинкали, сколько у нас получится хинкали по количеству, сколько людей смогут наесться. И пойдем посмотрим, сколько это будет стоить в ресторане. Вот у нас получилось 200 гривен, и вот на эти 200 гривен сколько мы сможем покушать в ресторане. Так что после этого пойдем все в ресторан, выберем средненький, недорогой. Можем даже дешевый выбрать. Сравним вкусовые качества. Привезем с собой хинкали в ресторан. И будем тестировать. Все, куда высыпать сюда? Да, есть сыр, мясо, зелень, мука. Все, больше нет ничего. А больше ничего и не надо. Есть, да. И 200 гривен уже нет. А я дефицит на рич, сель. Солярочка. Есть. Все, сейчас выставляемся и начинаем готовить. Поехали. Киря, первый вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы приготовить, вот по твоему мнению, хорошие хинкари? В первую очередь, вот кожурки. Так, что мы делаем? Так, что, сегодня мы кристаем минимум инструментов. И продуктов. И продуктов. Так, древненько нарезаем зелень. Готовим, спочатку, сумишь с фаршем, потом сумишь с сыром. Потом липуем тиском, мисимом. И сумишь мясо с тестом. И сумишь мясо с тестом. Слушай, что, такой у вас очень интересный вопрос. Кто готовит пиццу, называют пицца-йолами. А те, кто готовит хинкали, как называют? Хика-йолы. Хика-йолы, думаешь? Хика-йолы. Что, если взять на блендере и перемешать тесто, фарш, мука и мясо? Перекрутить. Что получится? Получится ленивый хинкали. А есть ленивый хинкали? Ну, можем как-то приготовить. И тесто туда? Все вместе просто. Можем взлепить и по пару штук на людину. А потом, речь-то, размешать и сварить. Потому что вместе с пакетом, с картоном, с полиэтиленом все это перекрутить. Это супер-надилы. Идея идет в зачет. Надо сделать ленивые пельмени. Проще в магазине тогда купить пластиковая коробка и не открывать коробки прямо в кастрюлю. Проще купить в этом, в полиэтиленовом пакете в магазине пельмени замороженные. А потом в машину закинуть плюс сорок, чтобы была температура в салончике. И где-то час отъехать на природку. И через час просто пакет вот так подмакать. Все, уже готово и ничего делать не нужно. Так, пакет достаточно? Ты давай туда уже довезай. А, нет, туда не влезай. Зараз размешаем окременький творог. Наливай сюда. Сир. Потень мясо, потенцистом. А что с сыром на творог? Ну, так называется, сыр зернистый. Так он нужна сыр, ни хера, сыр творог. Нет, он так называется, сыр зернистый. Это, я бы, рязновый сыр. Он же делается по одному рецепту. Твердый, плавленый, зернистый. Это просто ризная степень. Это просто с кислым молоком, там, якось, трошки приварили. И вышел зернистый сыр. Аромат пішел. Аромат сыр и творога. Так, теперь дефицитный продукт. Добавляйте, пожалуйста, открытый. Так, как золото творит. Что, все высыпать? Да, давайте. Побольше. Давай, потому что завтра не хватит. Да что такое? Не рассыпьте. Дефицитный продукт. Так, там что упало уже? О! Рассыпал. Ай-яй-яй-яй. Более не можно сыпать соли, чтобы не перевищивать бюджет. Уже бюджет перевищен. Да. Более ты соли насыпал больше, чем мы закупились. Так, мешаем ингредиенты. Так. Побудь, треба ще. Соли, цена, треба. А ну, что скажешь? Соли, треба ще. Нет. Сына солоная? Да, дай мне попробовать. Да чуть-чуть выпрямую руку. Да ну ты что? Не, не. Давай пробуй. Давай. Чуть-чуть такой. Чуть-чуть. Так, начинка готова, да, для первого хинкали? Так. Тут даже мясо? Будет мясо. Так, не, мясо будет окремо. До речи, коли вы купите зелень, зелень завжди помыта в цих пакетах. Тому вони чистень. Так, даймо. Чтобы приставить в минимум таре. А, давай попробуем еще раз. Так. Так, и... Я пошел, я пошел, я пошел, я пошел, я пошел. И мы снова в эфире, друзья. Что же у нас сейчас происходит? У нас есть нарезанная зелень, которую сейчас Кирюха будет смешивать с фаршем. Давай, поехали. Фаршик уже там. Фаршик. Давай туда зелень. Зелень. Добавили. Вот так. И теперь мисево. Так, где-то была ложечка. Мисево комплент. О, опять бюджет превышаем. Так осторожно. Ты на ручку сначала, а потом туда. Бюджет страны Ганалулу только что ушел в кастрюлю. Ганалулу это штат. Ганалулу, да. Смотри, я тебе сейчас научу, как правильно мешать. А сыр мы туда забежим? Нет. С сыром-то отдельно, с разными начинками будет. И кто это с сыром собирается есть? Ну, все. Ну, все попробуют. Я думаю, это исподобится. Нет. Неинтересно, вообще никак неинтересно. Это вареники с сыром. Когда дурак ест, то сырковое мясо есть. Нет, такие же не солодкие, а салат. А я узнаю, что я думаю. Я думаю, если взять, сделать хинкали, в следующий раз еще одни, но уже с твердыми сырами. С рыбьей головой. Взять 50 на 50 твердый сыр с выдержкой в 36 месяцев, в 32 месяца. Типа просрочка 36 месяцев. И мацареллу. Все это перетереть, перемешать и засунуть хинкали. Просрочка 36 месяцев мусарелла. Да. А что, все остальное можно облидать. Первый будет? Везда собираешься. Можно. Это коровина. Это коровина. Это коровина нельзя свинючину есть. Так. Деволичина. Это будет тартак. Деволичина можно. Тартак. Деволичина. Тартак. Это гурт Тартак. Так, так, так. Блюдо высота. Опа. Но это выглядит лучше. Так можно вот два хинкали сработать, еще один такой здоровый. И великий хинкали. Один такой, один такой. Сегодня, может, у нас день великого хинкали. В кистрюлю не влезет. С мясом треба того готувати. Все, друзья, мука, начинаем лепить тесто. Димон только что съел фарш с этим, с сыром. Неплохо, кстати. Так все, высыпай. Заценил? Практически готово. А там и ехерня высыпай. Это больно было? Да. О, это еще больнее. Что, нормально, воно высыпается за... В чем прикол, да? Солью. Это что за рецепт такой? Мы, чтобы сэкономить деньги, могли с соленой водой пропустить. Да, минералка вон соленая, дорогой, что стоит поляна классовая. Не достатня. Воно с соной. И что? С салоном выиграть. Воно гидно будет. И что теперь? Аку карача, аку карача. Вода. Кстати, друзья, дело в том, что у нас с Керей произошел разговор по телефону. Керя согласился поучаствовать в челлендже, съешь 2-килограммовый кусок мяса. Да, вот он сейчас выберет следующие выходные, приедет. И мы на ваших глазах приготовим, отснимем все. И Кирюха будет... Буду пробовать. И Кирюха будет дегустировать. Кирюха, ну смотри, у нас получается челлендж, съешь обо плоты. Нам предоставляет торговая марка мясо для этих всех целей. И если ты съедаешь, то стейк для тебя получается абсолютно бесплатный. А если не съедаешь, то 2000 гривен добровольный взнос на благотворительность. То есть, если ты... Согласен. Все. Если ты получается съедаешь, то стейк, там салатик, все. Овощи, кстати, гардии должны сегодня отправить. А скажи, за какой промежуток времени он должен присесть? Упоешь полторадневную норму еды? Ты посчитал? Не, ну противом часа. Кто за 15 минут съедаешь, он уже дедали. Не, ну в смысле, а дальше тебя никуда не пойдет за 15 минут? Не знаю. Ну люди едят, Димон. Зачем ты надежду в человеке убиваешь? Люди едят, есть целая куча примеров. Так они тренируются для этого? Да не то, чтобы тренируются. Просто человек бывает, смотришь на него, а он маленький, понял? Такой с виду думаешь, да что он там как воробушек ест? А у него там черная дыра просто, дыра. Есть в интернете на ютубе, я смотрел челлендж. Взяли тепла и, короче, ему нужно было за час сожрать 4,5 килограмма с ушей. И он съел. 4,5 килограмма с ушей. С ушей или ушей? С ушей, руль, руль, руль. Руль, руль. Что-то нормально. И сожрал 4 килограмма. Так он подготовленный не был. Ну как можно 4 килограмма, желудок-то максимум килограмм внутри? Ну да, это так. Ну килограмм ты можешь съесть, это... Кирилл, задумайся еще раз. Килограмм желудок. А там тебе придется больше двух съесть. Килограмм это более-менее реально. 2 килограмма это реально, но очень тяжело. Ну вот на самом деле. Какие варианты могут быть? Потом Кирюху в муку, это вот тесто и Кирюху в муку. Кирюху в муку, может быть, за ворот кишок. Да нет, мясо не может быть. Может. Не может. Не может. Легко. Хорошо, это максимально или минимально? А чем мы будем отталкиваться? Это максимально. Минимально? Минимально, ну ничего, очень плотно покушает. Ну и пробльется. Крест мы подготовим здесь. Да. Слушай, а можно есть и как бы, чтобы потом уходило обратно. Если что, мы Кирюху проклизмируем. Тогда давай скорую хотя бы вам вызовем. Сразу? Ну да. Нет, заранее не надо. Ну хотя бы на машине кресты нарисуем на какой-то есть. Чтобы можно было быстро доехать. Чтобы можно было хотя бы успокоить Кирюху. Что, в принципе, медицинская помощь присутствует. Ну да. Так, мешаем тесто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Как кулак. Ого. О, нормально. А тут кастрюлю ставить здоровую тогда. Не, мы же не все сразу будем гореть. Будет лепиться. Раз, два, три, четыре. Что значит тут? Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, демонстрируй сейчас съесть. Демонстрируешь ты меня. Да все доедай этот кусок уже. Она не влезет, Дим. В зале по кишок будет. Не будет, я тебе говорю, ты еще раз так делаешь. Я тоже, но в зале по кишок именно в этот раз да и будет. Давай сделай. Камрада не может оставить, я сейчас даже бегу. Нет. Дима, да ешь. Да мне сделаем маленькие просто. Нима у нас свиней. Ой, блядь, начинается бабушки на разговоры, блядь. А можно один сделать, типа, со всем? Так, мы взрываем. Сейчас, типа, сыры, взрываешь, а в зиму. Сейчас почти есть. Нет, нет, нет. Так будешь есть, Дима? Нет, варим. Мне уже плохо. Варим. Приступаем к варке хинкали. К варке формирования. Сейчас нам нужно поставить водичку, чтобы она закипела у нас побыстрее. И для этой цели дядочка Сус взял с собой свою турбо-мега-горелочку. Вот такую. Опа. Сейчас он подключит газ. Мы его зажжем. Дима, зажигай. Включай. О, есть контакт. Что? Ставим сюда к конструктору. Хватит столько воды? Так. Идеально. Небогатенько? Нормально. Есть. Так, теперь липома закипелаем, заставляю. Тришка, чтобы все было. Так, а вы решили, что на липома? Стыг меня. Тришки соли туда дай, чтобы швычай закипаем. Не, ну, какие то, чтобы... А? Соль? Соль швычай закипает, и что? Тащи, миша, миша. Нет, это катализатор. Чуть-чуть. Соль либо сахар сыпешь, и оно швычай закипает. Ну да. Это же катализатор. Понижает температуру кипения воды. Соль. О! Хорошо. Тихо, никто не видел. Биллион баксов ушел. Так. Что, это ты уже одну закипел? Ага. А, какая гадная. Сколько у нас щепок? 15 штук. Короче, достаешь и съедаешь аккуратно. Одной рукой, например, левой, держишь, она трошки не дуется. Съедаешь и выкидаешь, а правая рука чистая. Похоже на бочачий пузырь. Мы постоянно на яхте готуем хинкали. Безручно. Ты одной рукой, например, стоишь за штурвалом, будешь, пересли ездить, раз, поеду одной рукой. Ничего себе. Так, ты можешь как-то поменьшать, а с мясом или нет? Нет. А давайте сделаем, как попало, в разброс. О, Боже. Будем выгадывать, с каким это мясом. Сырным или обычным? Сырным или обычным? Сырным. Сырный, потому что у нас начинки очень хорошо. Так, нормально. Дима, 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 дима. Дима, дима, дима. Дима, подойди. Давай мясо 3 штуки, а потом 2 штуки всего с сыром. Чтобы на шансе было трохи побогаче. Нет. Я думаю, у Крема спочатку сиром поварим. Потім будем с мясом. Потому что с мясом, если разрезается, он даст мясном присмоке воде. И потом с сыром будет еще вкусно. А потом и с тем, и с тем сделаем. это все раскатаны для теста она дает сушку еще возьми одну сырую съесть Дима на сырую фенкалину да да вкуснейше будет все как она аккуратно тебе пастичка не 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 завар а то кишок мы не побудь оказалось отлично химкалики лепятся водичка греется и в сыру воду еще и в горячую надо в горячую можно даже замороженную можно кидать в горячую воду и не париться все пять штук с сыром еда с сыром так теперь будем пять с мясом так сыр отходит на второй план конечно же мы будем их варить прямо пометить с узором делом короче я думаю что есть сенс по пять штук их варить ну что бросаем сначала сыром да да давай еще не закипело тогда можно горячую они же не замороженные у нас потом верим на певный час крива загорить ну чтобы стабильная температура была 5,2,3,4 начинает тисто слепать 7,6,2 что развернуть тисто или что? нет, не надо Керя а почему мы водичку в фарш не добавляли? а на вещи? как не добавляли? а фарш и яичко не добавляли потому что у нас экономный вариант ну в химкале нужно добавить немножко воды и яички надо добавить нет, все вода выделяется из мяса нет, в химкале нужно и в чебуреки в эти два, две начинки кстати, ты чебуреки делал когда-то? конечно, я хочу тебя кстати в следующую серию будем снимать я приготовлю беляши будь то в Грузии, будь то в Армении, будь то в Азербайджане, где угодно беляши имеет везде абсолютно одинаковый запах и вкус как так? нет, я с тобой не согласен франшиза называется абсолютно одинаковая абсолютно одинаковая ну потому что, наверное, нет, абсолютно да, плюс-минус качество как бы играет но в целом вкус и запах одинаковый там какой-то рецепт есть или что? ну он абсолютно, как тебе сказать он абсолютно идентичен, как для всех стран СНГ вот, ну для всех ну как так получается, объясни ну получается так, что смотри, у тебя несколько народностей которые этот рецепт готовят абсолютно одинаково раньше вот были пирожковые там, всякие ресторанчики пирожковые кухни и вот в этих пирожковых этот рецепт, я так думаю, просто пошел оттуда и как-то так и повелось это нормальная тема беляши, так чтобы аж поджелудочное отпало ну да а давайте остальные полиэтилен закрутим и сварим полиэтилен можно в пищевой пленке сварить просто так получится круглая тефтелька мидбол, как это сейчас можно говорить меня так бесит это слово мидбол думаю, ах ты сука, блять parked Comics все мидбол цифические мидбол суки гум на Flu если они слипались хинкалей раз включаем воду чтобы она рухалась чтобы они не остановились чтобы они сейчас рухались один на водного терплюся и тогда меньше шансов, что они позлипаются вот если замороженные, ты можешь кинуть спокойно размешивать еще кидать, пять штук будем нет, нет, это же с сыром можно только трое мясо поддать и варим закрываем крышкой ой, похоже они уже опнули сколько минут? смотрим по ситуации, по запаху с сыром швидше готовится холодильник, не знаю пять-сих холодильник а с мясом немного больше, не десять поехали, варим варим hoe так ты что уже готовы скорей всего вынимай их нахуй о какие фотки сижу и стучу слевики зима о да если мы на бейрах катали так достаем хинкали уже писюнчик встает хинкали охота выкладывай хвостик петрушка опа дай похуй то сыр ванну кому то сыр надо пока высыпается материю давай у нас еще сколько фарша это уже приметил не на батырку заткнуть которая травам не залепить а воду раскрутить так ну что закидываем следующие сейчас переходить к дегустации горяченький еще дорогие друзья ну и хинкали наши готовы я предлагаю начинать пробовать пацаны разбираем погнали давай дегустация самая любимая наша часть дегустация ну тут юшки внутри нет но очень вкусно вообще бывает хинкали сыром не робить тесто как на рынке и робить с вишнями с черницей но то что надо но я ставлю больше на мясо ставлю на мясо на тертельку выловим а там уже будут еще и такие 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 что не я боюсь у нас и все и аликулы и там тетейки мясник а вот сейчас димон уже процессе я сейчас продегустирую вот с тартаром вот я ставлю на те которые с мясом не едят давай по баллам сколько сколько баллов представишь 3 3 а ты сколько такие 4 4 и мараты не ну и голодный так не честно не ну давай по факту как есть так есть до ложки с мясом либо тетели до это сырные хинкали выстави баллы хинкалем с творогами ну 5 ну потому что я голодный давайте на последнюю я 10 балльной по 10 а я по 10 балльной тогда короче 7 всем данный по 10 по 5 3 ну я ставлю 4 и я с мясом люблю хороший потому что я одно и они мне понравилось потому что я творог не люблю дима ты самый голодный съешь еще одну не 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 я хочу свою пельмень вот эту сверк 그렇게 они нужны для числа ты эксперимента давай давай трибути о арте я не буду Abril уже после тех вот так друзья по чуть-чуть все съели все и все уже сделать по жрали и поехали сегодня как-то знаешь очень у нас получилось цивилизованно не как обычно не как астрала петли что тут австралию петли хамбаты прошел и сегодня аккуратненько на пленочках с первыми расходы то нет шляпа будет такие ужин целиком проварить это выкажу еще раз так всего так не поделимся потом я себе поделюсь эти полумеры не привыкли к полумерам не привык так сейчас довариваем и будем дегустировать так и маги чертовка сколько минут 5 еще ну типа да немножечко под подвалится или выносимо просто не выносим невыносимая любовь сколько можно ждать это уже знак от бога все готово в горы залезли еще давно капец в колыбах поспал телефон не ловить офигенно класс скажи спускайся ну так и что просто в горах не кодема зори видны сашки спевать ночи сачи кричать ага классно педра на комари починать знаешь распорядок дня зищать с 7 ранку до 9 вечера мухи с 9 вечера до 7 ранку комарин я не боюсь мене кровь херово то они мне едят якось в мене вгрызую пизда тупо блять и все мухи блять все офигенно димончик присаживайся пожалуйста дорогой да да сниму кастрюку так так а что это как да я что не что это не Да. Больше нравится, с каким рвением и целевостремленностью Димон в кастрюльку смотрит. А он сейчас и бульон высмогнет. Согласен. Опа! Шоу-пау-то моё. Горячее, просто понял. Не возьму больше. Хватило. Блядь, это же реально как суп можно есть, походу. Да. Это студенческий суп и есть. Блядь, это нормальный наваристый суп, мы три пельмени туда выварили. Ну понятно, смотри, просто какая штука. Шо, почему? Шо, раньше студенты просто, когда... Это Димонова какие? Это студеночки Суса-котлеты. А у тебя Димонова? Нет, це моё. Шпик. Ооо. А у тебя Димонова. Сниму до поменьше. Что-то мне подсказывает, что надо немножко подождать. Да, вот это... Нет, подождать. А, холон утром? Ну, конечно. А нет, ему чем горячейше, тем смачнейше. Согласен, вот сейчас золотую штучку взять, влипнуть пальцами в кипяток, было бы весьма неплохо. Всё. Чем горячейше, тем смачнейше. Починаем? Нет, предлагаю немножко. Всё же. Мыши не завелись тут, Джорик, в гостях у Джорика? Нет. Мыши в гостях у Джорика. Нет, пока нема. Слава Богу. Скоро заведутся. Без мышей обходимся. Так. И что делать? Что, брать яйца? Как его в пащу запихать? Оно же горячее. Ты сейчас пожжёшь язык и небо с соком. Не, надо подождать. Так, и Жене пойдет на гнис соком. Дадим на гнис соком. Не колпай. Ну да. Не колпайся. Это кажется моё. Так положи её. Бля, это мы реально 200 гривен сделали, короче, на четверых нормальную здоровую порцию. Ну вот так. Нормально. Это по 50 гривен получается. Всё, зависит. Ты в жизни столько не купишь пельмени за 50 гривен. В каком кафе? Можно было больше сделать тесто, трошки ещё тут хорошо залишлось. А если доработать тесто, то взагалі... То где жертвы, если можно эксплуатировать? 24 гривен. Ну да. Человек и фарш воноку... 500 граммов. 496 граммов. Рівно 5 километров, короче. Пельки? Плюс зерна. И 400 граммов творога пачка. Сыр у тебя. Не верится. Капец какой-то. И килограмм ворох на базе. Грамм 800 ушло. Короче, то есть на 200 гривен можно было ещё больше. Я уже... До тебе! Открывай пайки. А жертвы прям. Давай. Пошло? Ну-па. Зараза пачешь, мне обоими вылечить. Слушай, кукали реально очень вкусные. Повторить? Да. Оргазм. Кулинарити. Можно больше куторцы кинуть, но тоже таки. Нет, то ж твоё. Я себе пасочек дай. О, а тут внутри медиум рейр смотри. Ага. Так ты что? Хороший. Хороший. Так. Кто ходит в гости по утрам, к Жорику тут поступает мудро. Угу. Это там хинкаль, это там хинкаль. Это тут хинкаль, это там хинкаль. Это жарик и жарик. Да. Ну что, кто, кому попался? Помоги господи, чтоб только сыр не попался. Сейчас смесь сыр, да? Да. Ооо. У меня смесь сыр. Твою мать, везёт же некоторым. У тебя что с сыром? Ах, его значит, посмотри. Ну, вот это значительно лучше. Так? Так. Это значительно лучше, чем с сыром. Держи. А то? Держи, держи. Есть. Сыр в сочетании с мясом охрененно получился. Угу. Не, вот если это вместе, да. А типа просто с сыром. Не очень. Ну да. Приснули. Зачем корешки выкидывать, не могу понять. Берешь. Ну, там просто число. А корешки выкидывать, потому что ты... Офигенно вкусно. Ты ж ел, чтоб, понял, не законтачиться. Ну. О-о-о-о. О-о-о. Так, ты точно смешанный, маленький. Очень вкусно. Так, а с чем вот этот, наверное, с мясом? Сейчас я. М-м-м-м. Э-э-э-э. Да. То, что надо. А что это у нас? Завтрак, обед или ужин? Обед, ужин. Не, обед. Полдник. Нормальный. Не, третий огонь. Полдник. Перемь. Дима, давай еще. Давай последнюю. Класс. Тут внутри много мяса. О, наконец-то. Прямо то, что надо получить. Наконец-то сыр? Да. Да. То, что надо. М-м-м. И все равно. Чисто с мясом? Угу. Ну, 8-9 ставлю. Смешанное сыр с мясом? Офигенно. Да. Именно топчик вышел. Согласен. Оно как-то одно-другое дополняет. Так что, короче, надо делать с сыром и с мясом вместе, а не отдельно. Семь, в котлету по-киевски запыхают в масло в солягино. Угу. Я же вспотел. Вкусненько? Угу. Еще, смотри, сколько супчика, и можно туда высыпать вот этот творог и добавить вот эти шкварки. Это будет на завтра ленивые глупцы, блядь, пошла. Это хит. Хорошо было. Угу. И, в принципе, ничего сложного. Угу. Согласен? Да. В общем, именно нам. Да. Когда Жорик сделал, Кирюх ослепил, и поистый. Ну что, Жорик, спасибо. Пошли дальше. Мы почти спать. Да. Всем. Оф. О, поехали. Попрощаемся. Друзья, сегодня было невероятно вкусно. Спасибо огромное, Кирюхи, за то, что сегодня пришел и угостил нас вот такими прекрасными химкалиями. В общем, спасибо, что не химкалиями. Друзья, на этой вкусной кулинарной ноте позвольте откланяться, сказать всем вам спасибо за просмотр. Поставь лайк внизу за наши старания. Всем пиз. Пока. Что-то вы буквы В показали все, блин. Бля. За шквар. Я вот так, Тима Барсин. Я за двумя показал, а еще заметил.